Орбитальные и наземные телескопы О трех системах с семью планетами Трапест-1 в созвездии Водолея HD-101-80 в созвездии Гидры И HR-88-32 в созвездии Кассиопии Ну а сегодня мы уделим внимание уникальной системе Кейплер-90 Которая имеет множество интересных и загадочных фактов В том числе поговорим о недавно обнаруженной в этой системе восьмой планете Что это за планета, как ее обнаружили И можно ли там построить домик с видом на океан Узнаем чуть позже Система Кейплер-90 это миниатюрный аналог Солнечной системы Ее внутренние части населяют небольшие планеты А крайне более крупные небесные тела Но все они расположены значительно ближе к друг другу Чем Земля и другие планеты нашей системы Но обо всем по порядку Транзитный метод, на основе которого выполняется поиск экзопланет Телескопом Кейплер Кейплер заключается в исследовании видимых колебаний яркости звезды Возникающих при прохождении экзопланеты между диском звезды и наблюдателем Когда существование планет в системе было подтверждено Она оказалась 90-й по счету экзопланетной системы Открытой в ходе обработки наблюдений Кейплера Отсюда ее и наиболее употребляемое название Кейплер-90 Система является единственной известной на сегодняшний день экзопланетной системой с 8 планетами Масса и радио звезды Кейплер-90, которая относится к спектральному классу G Всего в 1,2 раза превышает показатели Солнца Расстояние от нее до Земли составляет 2,5 тысячи световых лет Планетная система Кейплер-90 отличается от Солнечной системы В которой каменные планеты располагаются ближе к звезде и дальше от газовых гигантов Шесть внутренних планет системы это Суперземли и Мини-Нептуны На них колоссальные температуры и загар будет максимально смертелен Самые удаленные известные планеты в этой системе обращаются вокруг своей звезды примерно на таком же расстоянии, как Земля от Солнца Но жить на них вам тоже не понравится, поскольку эти планеты газовые гиганты Мы перечислили только 7 планет в системе Однако восьмую не досчитали Но почему же ее нашли только спустя какое-то время? Дело в том, что Кейплер и другие похожие телескопы открывают следы планет у далеких звезд, наблюдая за резкими изменениями в яркости светила в тот момент, когда одна или несколько планет проходят по его диску и блокируют часть лучей Подобная методика хорошо работает для крупных небесных тел, расположенных близко к звездам Но если планета находится далеко, то начинает мешать колебания в яркости светила, космические мотыльки, НЛО и прочие случайные факторы От этих помех можно избавиться двумя способами Увеличивая продолжительность наблюдения или очищая данные при помощи новых статических алгоритмов и систем искусственного интеллекта Участники научной команды Кейплера периодически используют подобные алгоритмы, чтобы повторно проанализировать данные, проверить уже известные планеты и попытаться открыть новые Так случилось и с системой Кейплер-90 Эту задачу смогла решить нейросеть, которую научили различать различные проходы планет по диску светил и случайные изменения в яркости Для чего показали ей примерно 15 тысяч правильных примеров Таким образом смогли обнаружить еще одну планету в системе Кейплер-90 и вычислить ее свойства Итак, новая экзопланета, получившая обозначение Кейплер-90Ай Имеет радиус на 30% больше земного Находится между планетами С и Д И совершает один оборот вокруг звезды всего за 15 неполных дней Расстояние от этой планеты до звезды Кейплер-90 втрое меньше расстояния от Меркурия до Солнца На планете можно весело пробежаться, поскольку она каменистая, но совсем недолго Температура на ее поверхности составляет около 430 градусов по Цельсию Поэтому могут закрасться сомнения, что это не самый лучший вариант для жизни Тем не менее, потенциально в системе Кейплер-90 обитаемые объекты вполне возможны Давайте вспомним гигантскую планету Кейплер-90Ай, которая вращается чуть дальше 150 миллионов километров от своей звезды Это самая далекая из известных тел этой системы Хотя это газовый гигант, но мы знаем, что такие планеты, как правило, имеют массивные спутники, типа Европы или Титана А благодаря нахождению в зоне обитаемости от звезды Кейплер-90, они в принципе могут быть пригодны для жизни Следует отметить, что в системе Кейплер-90 в действительности может быть больше 8 планет Просто остальные лежат от звезды еще дальше Чтобы заметить планету транзитным методом, надо наблюдать ее звезду достаточно времени Желательно несколько оборотов планеты вокруг ее светило, что надежно подтвердило бы транзиты Планеты, лежащие в сотнях миллионов километров вокруг своих звезд делают один оборот вокруг них за многие годы А мы знаем, что космический телескоп Кейплер исправно работал лишь 4 года Поэтому непрерывные наблюдения длительнее 4 лет сделать не успел Сегодня он работает в аварийном режиме, а замены ему пока нет В любом случае, наличие новой планеты делает загадку формирования системы Кейплер-90 еще более интересной К примеру, как столь большая и сложная планетная система смогла стать такой компактной, сохранив при этом стабильность В целом, говорить о пригодности планет Кейплер-90 для жизни не стоит Трудно представить, как должны выглядеть существа, чтобы выжить на этих планетах Подобные по значимости, открытие происходит в астрономии несколько раз в год Открытие восьмой планеты напоминает скорее количественный рекорд, а не качественный скачок Вспомните, к примеру, что когда была обнаружена звезда Трапест-1 С ее системой землеподобных планет все радовались, а многих трясло от счастья А некоторые ученые были уверены, что удастся доказать пригодность этих экзопланет для жизни Но, увы, позже выяснилось, что от звезды на планете обрушиваются мощные и частые выбросы электромагнитного излучения Что никак не совместимо с жизнью Разве что, если мы питаемся радиацией Так и здесь, близкое расположение к своей звезде, которая на 5% теплее и на 20% больше Солнца Делает Кеплер-90Ай, как и остальные планеты в этой системе, малопригодными для жизни И все же новый метод поиска планет впечатляет Ранее машинное обучение уже использовалось для анализа данных Кеплера Однако новые исследования демонстрируют, что нейронные сети являются мощным инструментом для поиска слабых сигналов в космосе В проведенных тестах нейронная сеть правильно идентифицировала истинные планеты и ложные срабатывания в 96% случаев После того, как инженеры научили ее определять момент транзита Исследователи применили систему для поиска более слабых сигналов в системах 670 звезд Которые уже имели несколько известных планет Их предположение заключалось в том, что системы с несколькими экзопланетами являются лучшими местами для поиска неоткрытых миров А далее ученые планируют использовать нейронную сеть для анализа всей базы данных телескопа Кеплер Которая содержит информацию о более 150 тысяч звезд Кто знает, какие еще секреты и сокровища она сможет найти? Возможно, благодаря нейронной сети, способной более эффективно анализировать планетарные сигналы Мы, наконец, найдем ту самую Землю 2.0 И успеем установить связь с иной цивилизацией до того, как они лучше нас узнают Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...